А до этого где вы жили? В подъезда. А вот вас выселяли. Вы, получается, куда пошли? Сюда на улицу, львенную траву. А все, куда? Куда это надевать? А мне принесли покушать. Я сам ходить не могу. Получается, вы жили у сестры, и сестра уехала, и вам тоже пришлось ехать. А вот вчера, где-то в 8 часов вечера, приезжала скорая. Я сам попросил, чтобы вызвали. Я думал, может быть, что-нибудь сделают. Часто ли на вас жалуются здесь жильцы? Нет, наоборот. Мне их покушать приносят. А сколько вашим детям лет? Одной девочке 4,5. Сыну 3,5. А, получается, старшая сестра за ними приглядывает? Да, да. Что вам говорят? Какие-то предупреждения, штрафы? Что? Да нет, ничего не говорили. Вы вместе с женой живете на 8 тысяч рублей. Живем потихонечку, вот так вот живем. Она во дворнице работает, и кроме дворницы еще картон собирает. У него нога болеет, у него нога гниет. Он услуги медицинские не хочет пользоваться. Я так был, он старался умереть. А еще выступали с жалобой, что денег просят. Были ли такие случаи? Нет. Контейнеры разные, под закрытыми должны быть. Они разлетались, вот ветер сильный начнет, там уже начинает все оттуда выбрасываться. Наверное, не страшно, просто жалко. Хочется как-то помочь. Они ничем не отличаются от других, просто они оказались в сложной ситуации. Нет, абсолютно, они не буянят, они спокойнее. Там, простите, и гадят, и любовью занимаются, и вообще, черти что, рядом садик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!